Алиса Гринемайерна в гостях, путешественница. Мы только что обсуждали, чем отличается путешествие от отдыха. Путешествие это когда с рюкзаками и выживаешь, а отдых когда заселяешься в гостиницу и пошел тратить направо или налево. Доброе утро! Доброе утро, Алиса! Доброе утро всем! Год назад Алиса была в Доминикане и была не просто в одном каком-то городе, а была много где. Давайте рассказывайте где. Как вас вообще занесло туда? Занесло нас, можно сказать, случайно. У нас был план попасть в Латинскую Америку. Мы смотрели билеты и самый дешевый билет был в Пунта-Кану. Это такая туристическая мекка Доминикана. И мы туда приземлились. Слава Богу, долго мы там не задержались. Это слишком туристическое место для нас было. Когда мы были на пляже, мы услышали там песню «Мама Люба, давай!». Даже там? Даже там русскую речь и поняли, что нужно оттуда уезжать поскорее. И в итоге мы поехали на полуостров Самана, если это кому-то о чем-то говорит, и далее отправились в порт. Самана – это тоже часть Доминиканской истории? Да, это полуостров Самана, да, такое место там есть прекрасное. А оттуда мы уже отправились в порт, и там поймали яхту и уплыли на Кубу. Все, конец. Конец истории. Ну все, тогда я ставлю составку. Неудивительная черта русских туристов. Мне нравится, когда практически все говорят, что вот там «Ой, русские, мы все, мы оттуда пошли». Насколько неизвестно, там другие те же немцы, они наоборот объединяются, там «Давайте вместе там тусить, знакомиться». Мы «Ой, нет, там русский, не пойдем туда». Ну, что касается Доминиканы, обязательно и к посещению места вы бы куда советовали? На полуостров, да, наверное, еще куда-то? Да, полуостров вообще очень уникальное место, во-первых, это очень зеленое место, там есть некие холмы, горы, и там можно увидеть китов. То есть мы особо не планировали, хотя мечта такая была. И оказалось, что это так просто, ты просто платишь около тысячи рублей, всего лишь тысячи рублей, тебя садят на катер, везут в океан, а там киты. Да ладно, вот прям вот эти вот. А удалось потрогать, нет, или издалека только вернее? Только мы их очень близко видели, мы были на маленьком катере. Это значит, что они нас меньше боялись, чем больших судов, где там шумят двигатели, моторы. Вот, мы видели маму и китенка. Хвостик они нам не показали, но их, как сказать, горбы. А фонтаны? Нет, слава богу, тоже нет. Но они очень близко возле нашей лодки проплывали, мы там снимали видео, все пищали от восторга. Кажется, это ощущение вообще непередаваемое. Это была мечта, и когда она сбылась вот так вот очень просто, ну, хотя, конечно, 12 часов перелета, это не так просто, но когда ты вот такой, там, немножко денег отдал, сидишь, океан, думаешь, вот так, вот так просто. А еще места, обязательные к посещению? Так сложно сказать, вот мне очень понравилось городочек Ластер-Энос. Он туристический, но не такой туристический, как Бунтаканов, в хорошем смысле слова. Там прекрасный океан, очень красивая природа, много кафе, очень спокойно, очень приятные воспоминания об этом месте. Что касается кафе и местной жизни, удалось ли пообщаться с местными? Так как мы жили по каучсерфингу, то есть мы жили бесплатно у людей, которые готовы принимать у себя в гостях туристов, конечно, нам удалось очень много общаться с местными. Даже мы жили у одного молодого человека, который, в принципе, по-английски практически не говорит. Ну, язык английский, да? Да, хотя иногда уже приходилось, конечно, учить испанский. Конечно, мы очень много общались с разными людьми, начиная от людей, которые там работали в столице, заканчивая, допустим, у одного парня. Он жил на пляже, собирал мусор, очень экологически настроен парень был. И он там делился своей точкой зрения о том, что в Доминикане очень много мусора, пластика, проблемы с чистой водой. И там действительно даже до дома не было воды весь день вообще никакой, не попить там, не руки помыть. То есть мы узнали такие все стороны Доминиканы. Но в целом люди очень открытые, очень добрые, жизнерадостные. Нам одна знакомая говорила о том, что она была там 2 месяца, они жили в отеле. И она говорит, как вы поедете в Доминикану, там же опасно, там все с ружьями, вы что там будете делать? Мы прилетели. И вообще абсолютно другие впечатления о стране. Конечно, там есть доминиканцы с ружьями, но на самом деле они охраняют нас, туристов, местных хулиганов. Потому что в Доминикане очень берегут туристов. Для них это такой возможность заработать. Поэтому там наоборот, если что-то случится, ты будешь прав, допустим, как турист. Поэтому мы никогда не встречали никакой агрессии, вообще никакой угрозы жизни не было. Много общались с местными, удалось выделить какие-то их привычки, может быть, уклад жизни, не знаю, режим, который отличается от нашего. Что они делают не так, как мы? Они, там жарко, но они ходят в брюках и в рубашках. И он, допустим, парень такой, расстегнул рубашку, он говорит, а я белый. Ну как так, ты умудряешься здесь быть белым, хотя там солнце просто постоянно светит. Также нам удалось побывать в кафе, где танцуют местные вот эту вот там сальсу. Днем. Днем и ночью вообще. Там, допустим, один маленький городочек, вот есть главная улица, которая трасса, и по обеим сторонам трассы есть две кафешки. Они могут быть пустые днем, но из них может одинаково орать разная музыка. Видимо, они привлекают так, не знаю кого, местных жителей, это было забавно. Но в целом мы даже ходили на такие вечеринки, танцевали, там все друга приглашают, там нет вот такой ревности. Там даже официантку приглашали, она потанцевала, потанцевала, взяла поднос, дальше пошла. То есть на самом деле такая очень танцующая страна, все так красиво танцуют, это очень красиво, не пошло, как вот, допустим, в клипах. Вернемся просто на рекламу красоте и не пошлости. Интересно, по какому принципу местные все время определяют, из какой страны туристы. Вот нашу гостью Алису в Доминикане принимали за канадку, почему? Ну, мы были две блондинки, одна из нас была рыженькая, вообще на американку похожая. И мне кажется, они просто не ожидали видеть русских, ну, особенно в таких нетуристических местах. Не в отеле, да? Не в отеле, да. Меня с финном перепутали, вот, в последний раз, когда я ездил. Ты подыграл, прикинулся с акцентом? Он хотел меня пригласить на какую-то вечеринку, парень. Финскую. Он что-то там, финный, финный, что-то. Я, типа, ну, ну, не понимаю. Типа, он, типа, русая, 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 а, иди отсюда. Алиса, что ели вкусного там? Там такая достаточно простая еда. Рис, фасоль, рыба. Причём в меню это просто рыба. Никакого определённости. Просто блюдо с рыбой. Нет, неважно, какое просто. Рыба. Курица, естественно, всё. А, зелёные помидоры. Там как-то с овощами вообще туго. Но фруктов, конечно, был полный ассортимент. В том числе я пробовала в первой жизни. Плантаны. Это как, на что похоже? Плантаны. Это как бананы, только зелёные. На рынке, главное, не ошибиться. Их нельзя сырыми есть, либо можно, но они невкусные. Их надо жарить, они как картошка. То есть они их едят вместо картошки. Интересно. Такое сытное что-то, нечто, масса. Да даже у нас, когда слишком зелёные купишь их, невозможно. Во-первых, почистить банан зелёный сильно. А во-вторых, он реально на вкус как картошка. Он вяжет, конечно. Да, да, что-то такое. Ещё какие-то фрукты клёвые, не похожие на другие. Ну, всё остальное, я думаю, классика уже. Папайя, кокос, манго. Очень всё вкусно. А вот климат напоминает, скажем, что, какую страну? Ну, если вот, допустим... Ну, я в южных странах больше не была, поэтому влажно, жарко, ночью тепло. Бывают тропические дожди. А в какое было время года? Ну, получается, были первые две недели марта. И туристов было при этом мало, то есть на пляже... Это не сезон, считается. Да, но погода была прекрасна. Не знаю, почему это не сезон. Потому что просто у людей не принято в марте никуда ездить. Они дела заканчивают перед летом. Да, возможно. Да нет, ну, все летают, когда... Ну, бывает, по-разному выпуск. Взял тогда, когда, ну, получилось по графике. Ну, у нас, спустим, билет стоил из Москвы в Кунтака, ну, 11 тысяч рублей в одну сторону. Мне кажется, прекрасное время, чтобы путешествовать. Это март. Да, да. Действительно дешевые цены были. Мы отслеживали очень дешево. Всегда говорят, что нужно заранее об этом заботиться, чтобы... Мы брали за две недели. А, ну, либо горящие. Ну, опять же, да, давайте вернемся к тому, что вы не в отеле жили, да, вы были с рюкзаками. Вот это самое интересное. Давайте об этом. Как вам это удалось? Чего вам это стоило? И какие-то советы тем, кто тоже отважится, решится взять рюкзак и пойти пешком куда-то? Как это было? Конечно же, в первую очередь, нужен сам рюкзак. Что вы туда положили? Да, у меня был совсем небольшой рюкзак, можно сказать, такой городской, вот, каким ребята ходят, не знаю, в университет на учебу. У меня там были кроссовки, шорты, петровка, которая мне, естественно, вообще не понадобилась. В принципе, практически ничего. То есть мы не брали косметику, естественно, вообще не брали никаких там фенов, никаких изысков. Потому что все это тащить на себе. Ну, это веревка, спички, нож, набор вот этот вот. Нож нельзя было, ручная кладь была у меня. Ну да, да. Нет, мы, конечно, не хотели жить совсем где-то в диких местах. Ну, в принципе. То есть палатку с собой не брали? Нет, она очень... Ну, планировали, но это такая тяжелая штука. А, у нас были с собой спальники и пенки. И вот это вот очень важно в путешествиях, в серфингах в том числе. Потому что если ты останавливаешься где-то у кого-то дома, у него не может быть кровати, у него может не хватить одеяла или еще что-нибудь. Или ты, в принципе, там, побрезгуешь, допустим, ночевать на чужой постели. Здесь спальник, ты в него спрятался, все очень удобно. Пенка, например, тут же на пляже можно, если отдыхать. Либо там, не знаю, если ты придется на полу спать. Вот. Жили мы практически каждые две недели постоянно в разных местах. Например, где останавливаешься. А как вы узнавали, да, об этих людях, которые... Ну, есть такой сайт, callshort.com. Да, есть моя подруга у нее там, она уже зарегистрирована, она остала заявку, плюс смотрела, допустим, мы едем в какой-то город. Она в такой интернет смотрит, кто в этом городе живет, пишет ему, и мы ждем, что кто-нибудь ответил. Ну, и нормально, не было задержек таких, что срочно негде спать, его не можете еще никого найти. В Доминикане, кстати, нет. Была забавная история, как вот мы жили в этом Ласта Ренеси, мы, получается, приехали, вот Самана, это город, приехали в Саману, поймали Wi-Fi. Там Wi-Fi даже в кафе есть, очень удобно, в отличие от Кубы, поэтому я говорю, что это удобно, когда есть Wi-Fi. Получается, мы там увидели, что в Ласта Ренеси есть всего лишь один мужчина, который, в принципе, занимается callshort.com. Мы ему написали, ждем, что он ответит. В итоге он сам за нами приехал, как бы, с среднего городка, сам на машине, сам нас забрал, сходил у нас в ресторан. Не напугало вас такое радушие? Нет, тут был такой, ну сразу мы увидели его, он такой вообще абсолютно видно, что безобидный, приятный, да, безобидный мужчина. В ресторан нас сводил, пиццу накормил, и в итоге он сказал, знаете, мне нужно в столицу на два дня, я поехал, вы тут оставайтесь. Мы дали нам ключи от квартиры, вообще просто, мы так как бы, просто здорово. Если бы он не вернулся через месяц. Мы-то там, может быть, месяц остались, потому что это было круто, у нас была возможность пожить как будто бы местные. То есть буквально два дня мы были в одном месте, мы уже знали, какой рыночек, куда прийти. С нами здоровались женщины в магазинчике, то есть мы с утра там бегали возле океана. То есть очень здорово, вот это вот не отельный отдых, а как будто мы там живем, при этом бесплатно. Естественно, конечно, мы покупали продукты, и мы тоже готовили. У вас не было транспорта, вы путешествовали автостопом, правильно? Да, почти все наши были передвижения автостопом. Как люди там реагируют? Ну, самое смешное, все, кто нас садил к себе, говорят, девочки, вы что, это так опасно, больше так не делайте. Кстати, да. Мы уже две недели путешествовали автостопом, нам все так говорят. После этого мужичка из города... Ластер-Энос. Ластер-Энос, куда вы отправились? Мы потом, я сейчас не вспомню, но, в общем, на север. Ластер-Энос. Автостопом? Да, это все было, в принципе, автостопом, да. Разные были историяпись. Там вы остановились, где? Да, тоже, allocation. Там мы жили, по-моему, у Пабло. Это тоже парень с огромной собакой, тоже дня два мы с ним жили, он нас и на вечеринке водил, и возил нас к своему другу на ферму. Ластер-Энос. Они живут все в частных домах, у них нет комна какой-т Аркен氣? Да нет, в общем, какой-то комплекс, где есть несколько больших квартир, и они еще живут в частных домах. Мы, по-моему, даже не разу останавливались. вы бесстрашные какие-то просто какой-то срабатывает как это внутренняя интуиция что ли ты видишь человека понимаешь что ты можешь ему доверять и вот правда стоп еще да вот эта вот забавная вещь что мне кажется что в россии тоже что если я кого-то допустим поймаю на трассе я тоже скажу ну ты будь аккуратней то есть мы все равно подвезут мы все как-то думаем друг о друге что ли хуже чем на самом деле то есть они все нас предупреждали опасности но действительно все были очень добры и все было отлично хотя у нас были случаи когда мы ловили машину огромный пикап там все на пикапах ездят такой блестящий чистый два парня заходите мы посмотрели вроде нормально сели едем и понимаем что у них между машинами мы такие толкаем локтем чем потом они остановились что-то вышли ну таки ёва ёва но в итоге спокойно довезли то есть вы все то вы даже не вышли после того как увидели оружие а как то уже этот момент уже как бы пропущен когда можно было сказать мы передумали поэтому все и в итоге мы даже расслабились и уснули потом нам сказали что это место с наркотрафиком в общем мы не стали додумывать чем они занимаются в общем всякое бывает хорошо что с вами все хорошо и вы у нас в студии ну после такой леденящей души истории давайте веселую историю пожалуйста легкая light хотела сказать историю про морскую болезнь надеюсь никто не кушает но я без подробностей в общем как я уже сказала нам удалось после доминиканы поймать яхту и поплыть на кубу и там естественно была морская болезнь и нам капитан сразу сказал девчонки вы берете там с собой воду гречку на 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 но обязательно вот эти вот таблетки от укачивания прям обязательно мы такие ну ладно взяли в итоге буквально через несколько часов после отплытия я поняла что без них вообще невозможно находиться на яхте действительно это ну очень сложно на тебя просто постоянно как постоянно качает представьте что вас три дня качает на право и налево беспрестанно днем и ночью в общем таблетки нам конечно помогали и вот уже был второй день из трех вы наверно ничего не кушали да хотя надо было кушать если тошнит надо кушать в принципе даже в дороге советую всем ну и в общем уже второй день настал все начиналось таблеток естественно день начинается и мы не могли готовить с подругой вообще мы даже спускаться не могли даже туда вниз потому что это было свое приключение и готовила девочка из португалии тоже с нами была она более уже такая была опытная и она приготовила кушать принесла там не там мои подруги и капитану себе я делаю два буквально там кусочка нем и морская болезнь не настигает я такая забор делать два возвращаюсь игру знаешь все было правда вкусно ничего лично вот так вот тренируйте организм если хотите быть путешественниками спасибо большое алиса гренемаер была у нас в гостях да спасибо приезжайте в доминиканскую республику